Дочь Эдуарда Успенского против создания премии в честь отца. Татьяна написала открытое письмо директору Государственной детской библиотеки, в котором потребовала не присваивать литературной премии имя ее отца, известного детского писателя Эдуарда Успенского. В тексте обращение женщина называет писателя тираном. По словам Татьяны Успенской, родитель проявлял агрессию по отношению к жене, детям и внукам. Мой отец был домашним тираном, поэтому считаю, что престижная премия в области детской литературы не может носить имя человека, который с года в год занимался домашним насилием. Неужели в нашей стране нет больше других достойных писателей, именем которых можно было назвать премию, пишет Успенская. Татьяна Эдуардовна признается, что ее отец был сторонником секты Виктора Столбуна. В 70-е этот псевдопедагог организовал что-то вроде школы коммуны, в которую набирали трудных детей и перевоспитывали посредством тяжелого труда, буквально калеча подросткам психику. Попала туда и юная Таня. Моего мнения в 11 лет особо не спрашивали. Отправили и все. Детство было хорошее, но кончилось очень рано. Я была отцу неинтересна. Точно так же, как и внуке. Мой сын, когда приезжал к деду, то чистил клетки и убирался. Он использовал его как прислугу, вспоминает Татьяна. Конечно, девушка постаралась как можно раньше покинуть дом отца. В 21 год она вышла замуж и буквально сбежала. Однако до сих пор она вспоминает о том, как в 18 лет ходила в институт с опухшими глазами, а родители ее избивал и выкидывал на улицу. Успенский даже в преклонном возрасте сохранил строптивый нрав. Он постоянно с кем-то конфликтовал и судился. То с Союзмультфильмом, то с мультипликатором Леонидом Шварцманом. Он все время был агрессивен, не мог расслабиться, может быть, от этого и пил. Я когда читаю о нем, то вся жимаюсь, у меня начинают трястись руки, может температура подняться. То есть мне просто страшно, отметила дочь писателя. Детский писатель Валентин Постников поддержал инициативу Татьяны. Он знает, как Эдуард Николаевич обращался с дочерью. Она много раз мне рассказывала, что отец издевался над ней все детство, голый на мороз выгонял. Она голодала, он ее без денег оставлял, рассказал Постников.